Ребята, всем привет! Сегодня я с вами, Ксения. В этом видео я хочу записать и показать вам блог. Как вы знаете, я была последние три месяца у мамы с папой в Северной Каролине, и в эти выходные приехала обратно в Чикаго к себе, в апартамент, к себе домой. И первые пару дней я взяла, чтобы расслабиться, все обратно сделать, обратно убрать в апартамент, начать опять работать. И сегодня четверг. Сегодня мой последний день работы перед выходными, я завтра беру офф, и я хочу вас с собой взять, показать мою жизнь в эти выходные. Плюс так совпало, что пока я у мамы с папой была, я не делала никакие свои обычные бьюти-процедуры, которые я делаю, хотела ждать, пока я приеду уже в Чикаго пойти к своим обычным специалистам, поэтому в эти выходные мы этим будем фокусироваться. Сегодня, кстати, ребята, я знаю, ну вот я вам показывала, что я раньше делала ногти здесь, вьетнамцы, по-русски, мне делали ногти, но они в ужасное состояние превратили мои ноготочки, поэтому я сняла, дала им отдохнуть 3 месяца, и мне все говорили, что идите, делайте, Ксюша, найдите русский маникюр, советы были в комментариях. Я нашла в Чикаго русский маникюр, тут новый салон, который открылся в Дам Тауне, я с его вас сегодня возьму, покажу. Опять же, я не знаю, что я смогу показать, что я записываю, не знаю, им нравится, чтобы записывали, нет, поэтому я посмотрю, как по ситуации, но, и, кстати, тоже мне сказали, идите лучше к украинкам, чем к русским. Ребята, я даже не знаю, разницу будут там украинки, русские, без понятия, но это будут девочки сладок, по-моему, зовут ее Татьяна, которая моя ноготочка будет с ней делать, поэтому я расскажу, как был экспириенс, как мне понравилось, нет, пойдем сегодня. Завтра я беру day off, то есть завтра я не работаю, я себе беру свой день отдохнуть. Утром у меня мои уколы красоты, возьму вам с собой, мне уже 32 года, я завтра по дороге вам... 31, боже мой, что я себя добавляю с собой? Я вам по дороге расскажу, как бы, когда я это все начала, когда я это все делаю, я хожу к одному и тому же мужчине, который мне нравится здесь, в Чикаго, покажу, как это делается. После этого у меня аппоинтмент на мои волосы, мне нужно покраситься, хотя они говорят, в салон, в который я пойду, первый раз я пойду к этим девочкам, они сказали, что я буду красить волосы ночь до покраски, помыть голову, поэтому сейчас у меня в маслах я делаю, чтобы помыть у нее вечером голову. Я буду краситься и стричься, а в субботу утром мне бровки нужно сделать свои, я пойду к своей девушке. Но возьму вас с собой, потом еще в субботу я иду встречать с своими подружками, может быть, что-нибудь покажу, в воскресенье посмотрим, что буду делать, поэтому давайте я возьму вас с собой, и сегодня я уже не могу, я считала, сколько дней осталось, потому что я так не привыкла, что у меня были голые ноготочки, поэтому побегу сегодня, сейчас я, не знаю, обидно или нет, выведу Боську на улицу, покормлю его, и потихонечку пойду, ну давайте. А, кстати, ребята, забыла, почему я вам хочу вообще это показать тоже, потому что у меня было полно вопросов в комментариях, что как вы ухаживаете с собой, что вы делаете, что вы не делаете, вот я вам покажу, что я делаю, что я не делаю, расскажу как бы об этом, что я думаю, что я покупаю, но вот хотела просто вам показать, потому что мне кажется, даже самой, у меня 31, мне кажется, я хорошо сохранилась, поэтому если кому-то подойдут советы, могу вам рассказать, и я буду показывать цены, потому что мне кажется, вот все видят, что в Америке больше зарплат, всякое такое, но здесь и цены побольше, поэтому я вам покажу, сколько, например, я заплачу за маникюр, мне кажется, это столько в России не платят, поэтому зарплаты здесь не так надолго растягиваются, как кажется, потому что здесь цены другие. Ну, я вам расскажу, как часто я все делаю, и сколько мне уходит на уход за собой. Ребята, смотри, как интересно, у нас вот внизу, возле подъезда, иногда наше здание приглашает вот таких вот фудшаков, это по-моему, мексиканский стакус, ты можешь заказать на онлайне, ну, ты сам платишь, конечно, и потом подойти, забрать вечером и покушать, но я сейчас убегаю по делам, поэтому, и полно своей еды, поэтому я не заказываю, но очень часто так могу заказать, вечером пришел вниз, забрал, видите, женщина несет, и кушаешь. Ребята, нам с Боськой пришла посылка, я же вам покажу, давайте расскажу историю про это. У нас папа кормит собак, когда я в Северной Каролине, и он, у них два бигла, как вы знаете, и у меня Боська, который там сейчас ходит. И папа сказал, что, по-моему, мой Бося не любит пить из металлических тарелочек. У него тарелочки металлические. И он сказал, что, по-моему, ему нравится пить из керамических тарелочек. Поэтому, когда я приехала, он дал Боське керамическую тарелку, пока мы там были, мы оставили там, и, по-моему, она нам новой керамической пришли. Давайте откроем, посмотрим. Босса, поможешь? И если нам понравится, мы оставим ему и поменяем. Босса, ты хочешь поменять? Ой! Ну давайте я сейчас пойду поставлю, мне как раз его кормить нужно. Пойду поставлю и покажу вам. Ну вот смотрите, ребята, вот его старые. Видите, они у меня на кухне стоят, вот его старые. А вот его новые. Посмотрите, они на такой подставочке и вот такого цвета. Босса, what do you think? Иди понюхай. Калу-ка там. Ну вот, он не любит, когда я стою рядом, когда он кушает. Но два раза в день я покормлю вот такой вот штучкой. Это домашне приготовленное мяско с яйцами и с овощами. Ну ты куся, а мы пасли, окей? Ребята, кстати, в Чикаго последние пару дней было так тепло. Но я бы сказала, наверное, плюс 17 днём на солнышке. И было так. Это столько много хорошего солнышка. А сегодня, смотрите, встали, всю ночь были дожди. Сейчас пасмурно. Ну около нуля холодно. Поэтому погода меняется, конечно, так быстро сейчас. Доброе утро, ребята. Я вчера после маникюра... У меня совершенно не было сил, мне нужно будет по делам забежать. Поэтому не показывала вам вчера. Сегодня пятница. Сегодня у меня ботокс, уколы красоты, как говорится. И потом попозже я стригусь и крашусь. И поэтому вас возьму с собой. Но хотела быстренько показать вам ногти свои. Но слушайте, правда, как говорится, вот я не вижу, как я вам показываю точно, идеально сделаны. Это лучший маникюр, который у меня был, наверное, в жизни. Вот смотрите, они полностью... Ну вот... Все детальки, всё. Там было, как я сначала вам показывала, очень тихо, почти никто не разговаривал. Поэтому я что-то некомфортно себя чувствовала сильно снимать. Но, кстати, через где-то полчаса, как я там была, много народу пришло. Просто, видно, я взяла один из ранних аппоитменов. Поэтому на тот момент, когда я там была, не так много людей ещё было. Обошлось мне это 90 долларов. Обычно я платила раньше 55 примерно за маникюр. Здесь было 90. Плюс 18 долларов тип. То есть 20% ночевые даются отдельно. Поэтому получилось 108 долларов маникюр. Посмотрим, как он будет держаться. Мне сказали, от 4 до 6 недель он может держаться. Раньше, когда я делала где-то 3 недели, я держалась. Поэтому всё в 2 раза дольше будет держаться. Ну, замечательно. Сейчас у меня очень захотелось красные ногти в этот раз. Единственное, что я могу сказать, потому что кутикулы обычно я никогда не обрабатываю здесь, в других, ну, когда делаешь маникюр. И поэтому в этот раз, потому что она так хорошо их работала, есть чуть-чуть, вот как вы видите, красноты вот здесь вот и вот здесь вот. Особенно на этих двух пальцах. Я думаю, что если я буду больше этого делать, ну, видите, здесь в стороне вот чуть-чуть, мне кажется, если я буду это постоянно делать, это и перестанет происходить. Она сказала, что у меня ужасно нежная кожица тоже. И поэтому ей было даже трудновато с этим работать. Но я знаю, мне все всегда говорят, поэтому посмотрим. Мне очень понравилась женщина. Мы говорили на русском, потому что она, когда я пришла, я говорю, Ксения, ну, все сразу понятно. Но что мне очень нравится, это что мы не болтали и ничего. Она просто вот делала. Я в наушниках сидела, смотрела фильм. Это для меня самое замечательное. После работы я не хочу сидеть, чтобы с кем-то ещё болтать. Поэтому побежала. Сейчас у меня же через 28 минут, а по минуту, я не буду часа пешком идти. Я вам по дороге, если не сильно будет ветрено, расскажу, как я раньше делала бутокс, и как это вообще у меня пришло к этому. Посмотрю, если будет апроприе, то есть нормально записать. Я спрошу его. Если нет, то я потом расскажу всё это. Поэтому посмотрю, какая погода на улице, и расскажу вам по дороге туда, или уже после того, как я приду домой. Коська? Не знаю, видно его или нет, он здесь сидит. Ну, ладно, ребята, я побежала, уже опаздываю, как всегда. Но поговорю с вами по дороге. Ну, ребята, по-моему, не так ветрено сегодня, поэтому могу с вами поболтать, пока иду. Кстати, иду вот так вот в спортивных штанах, в кроссовках и в своей меховой штучке. Если вы смотрели наш один из блогов, я не помню. По-моему, итальянская кухня? По-моему, если я не ошибаюсь, я купила её. И вот решила... Сейчас у нас в Чикаго прохладно ещё. Решила её одеть. Такая хорошенькая, кстати. Мне очень нравится. Кстати, в таком хорошем настроении сегодня, сегодня пятница, по идее, должна работать. Но я взяла себе day off, то есть я не работаю сегодня. И, ой, очень советую брать day off, когда все остальные работают. Я на часик, знаете, позже проснулась. Кстати, извините, если видно, волосы не очень уложены, потому что мне сегодня нужно краситься. Они просили, чтобы были свежие, чистые волосы. И я не хочу гель накладывать туда, потому что иначе они будут нечистые уже. Поэтому, что есть, с чем работаем сегодня. Ну, что я говорила, я на часик дольше поспала. Я вижу, там уже на работе в чате все общаются, решают проблемы. А это не мои сегодня проблемы. И так приятно, честное слово. Так хорошо думаю. Ой, я в следующий пятницу тоже не работаю, потому что у меня подружка приезжает. Ой! Чички. Поэтому я с радостью, знаете, поспала лишний часик, встала, кофе себе сделала, нанесла все свое скинкерное лицо. И сейчас бегу по обойтинам своим. Но знаете, я вам расскажу. Я вообще начала боток сделать, когда мне, наверное, было 23 или 24. Это тогда, когда я первую работу, ну, взрослую себе уже получила, после университета. У меня склад лица такой же, как у папы. И вот здесь вот были линии из того, ну, морщины. Наверное, они появились с 19 лет, когда у меня было. И поэтому, как только я начала получать свою нормальную зарплату, я пошла и сделала их. Я не считаю, что нужно делать превентатив, то есть предотвратить, чтобы предотвратить морщины. Если у вас есть они, делайте. И вне зависимости от возраста. Я знаю, мама, она тоже делает ботокс. Но она никогда вот здесь вот не делает. И что ей не нужно, у нее нет там морщин. У меня появились в раннем возрасте. Поэтому. Но мой самый большой совет, когда к этому идет, найдите эстетишен или косметолога, или кто вам делает, кому вы можете доверять. Я пошла к своему, в которой мама ходит, к женщине, доктор тогда на тот момент, я была в Северной Каролине. И я знала, доверяла, что она мне не переделает. Мы начали. Обычно люди начинают с 20-30 юнитов. Вот я знаю, у меня подружка, которая начала. Ей там врач сказал, что 40 юнитов ей нужно. Нам было по 20 с чем-то лет. Какой 40 юнитов? Мы начали с 7 юнитов. То есть мы вот совершенно, в самом начале чуть-чуть сделали, чтобы вот то, что молодое лицо, вы не хотите, чтобы оно полностью было заморожено. Поэтому найдите того, кому вы доверяете. И вот сколько я уже почти 10 лет это делаю? Может, лет 7-8 даже. И я только сейчас дошла до примерно 20-22 юнита зависимости, если мы вот здесь вот чуть-чуть открываем глаза или нет. Но многие в 19 лет больше делают. Найдите врача, который выглядит тоже не сильно сделанным. И к тому человеку, который не только за деньгами бежит, а который вам может сказать нет. Ну ладно, ребята, я побежала, а то я уже быстро иду, а то я опаздываю. Если я смогу, запишу внутри. Если нет, уже запишу, когда выйду. Ну, ребята, это Ксения вообще из будущего. Понедельник, после выходных, я совершенно забыла записать, показать вам, как это все прошло с бутоксом, сколько обошлось. Выходной был такой быстрый, поэтому у меня уже брови сделаны, волосы уже сделаны, которые вы увидите дальше продолжаться будет во влоге. Но давайте я вам скажу цену. Я записала губы. Как вы еще видите, они еще чуть-чуть стуты, и занимает где-то неделю, чтобы они вернулись нормально, и были вот как они и будут. И у меня синячки чуть-чуть появились вот здесь. Но это ничего страшного. Бутокс занимает где-то две недели, чтобы начать, поэтому не сильно уж и заметно. И, кстати, я что заметила, когда вот я живу в Северной Каролине, чуть-чуть Чикаго, в Северной Каролине намного лучше вода. У меня волосы намного в лучшем состоянии, и у меня намного лучше кожа. Как я сюда приехала, видите, у меня два прыщика выскочило. Но они уйдут, у меня, я уверена, привыкнет обратно кожа к этой воде, и будет все нормально. Но вот что плохо, видите, есть вот такие вот сейчас прыщики. Но пройдут, ничего страшного. Обошлось все, когда вот я ходила к своему эстетишину. 745 долларов, 220 бутокс мне ушло, и 525 куб. Поэтому, ну вот так вот я довольна, он замечательный, как всегда. Если у кого-то есть вопросы, больно или не больно, неприятно, они замораживают такой вот, ставят крем, который чуть-чуть, конечно, это замораживает, но не так, все равно чувствуешь, как иголочка-то обходит. Но это буквально длится 10 минут, и потом это все заканчивается. Ботокс совершенно, я боли тоже уже не чувствую, я уже говорила, я столько это уже лет делаю. Они тоже могут заморозить, и можно, они дают такую штучку, которую можно держать, она вибрирует и делает меньше, чувствуешь боли. Я говорю, слушайте, колите. Я уже только привыкла к этому, говорю, колите, что нужно, то и делайте. Ну ладно, ребята, я побежала дальше работать, как вы видите, сегодня я работаю. Просто начала делать это видео, и вспомнила, что совершенно не записала с вами чак-ин, поэтому, и, по-моему, после этого я иду с Бойской на прогулочку. По-моему. Что-то распогодилось, да, Бойсик? Я бы на длинном поводке сейчас. Но все равно прохладно, хотя бы какое-то солнышко появилось. Ну, ребята, мы только что пришли с Бойси, с прогулки, я хочу сделать свой смытый перед тем, как бежать на волосы охотник. Но давайте я вам расскажу, почему я вообще начала это делать, и как я это начала делать. У меня такое ощущение последние пару месяцев, это же, может быть, год, что я недостаточно ем витаминов и протеинов. Но я чувствую себя, что после какого-то времени у меня слабость ужасная, сколько бы я ни спала. И я читала и пыталась понять, почему это происходит. И, знаете, ведя активный стиль жизни, особенно, когда я в Чикаг, знаете, везде пешком хожу, у меня машины здесь нету, бочкой постоянно гуляю, то есть я постоянно двигаюсь, 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 двигаюсь. On the go, даже когда я работаю, у меня есть беговая дорожка, которая под низом, я часто почти целый день могу ходить на ней. И поэтому, мне кажется, мне нужно было просто добавить витаминов и протеинов в свою диету. Я начала смотреть рецепты, как это можно делать, как это можно добавить. И нашла этот рецепт. Я могу вам, если вам интересно, оставить ссылку вниз на инстаграме. Нашла. Женщина-инфлюенсер тоже показывала, и мне очень-очень понравился. Я его сделала пару раз, пока я здесь, в Чикаго. Ну, с того момента, когда я сюда приехала, я каждый день его пью, и так вкусно. И я чувствую, что мой организм получает намного больше витаминов и всего, что ему нужно, и намного лучше работает. Я чувствую себя, я сплю намного лучше, я просыпаюсь намного лучше, я вообще себя чувствую в течение дня намного лучше. Давайте я вам покажу. Опять же, я все это делаю на глаз. Что самое интересное, наша база будет, это цветная капуста. И что мне еще нравится в этом рецепте, что не нужно ничего резать. Потому что, если нужно что-то резать, шанс того, что я буду это делать, уходит вниз намного. Поэтому я нашла такой рецепт, который, знаете, намного легко, бросил в блендер, и все. Вот наша зонорожная капуста, что нужно, да? Потом нам нужны свежие какие-то травки-муравки. Я взяла себе кейл, или кейл, или это органический кейл, или спинноч, лучше всего идут, шпинар, да? Вот мне очень нравится. Вот это можно, мне кажется, менять постоянно, посмотреть. И потом нам нужны фрукты. Я взяла замороженные фрукты. Вот такие вот. Сейчас, то есть, вот разные. Есть такие вот, есть такие вот. Сейчас под настроение я ем вот эти, добавляю здесь хороший файбр, витамин С, антиоксиданты всякие. Вот мне очень нравится. И здесь помаграммант есть, как этот гранит, по-моему. Не знаю. не знаю, о чем я говорю. Вот. Вот сейчас использую это. Из ингредиента почти все. И еще любое молоко, или вода, или с чем вы хотите, мне вот, и женщина использует это в своем рецепте, мне очень нравится. Вот это вот писташковое молоко, оно чуть-чуть дороже обычного, и выходит мне так недешево. Но мне очень нравится по вкусу. Я обычно использую, да, я тебе вам покажу, вот это в свои латы, то есть, это almond milk. Но почему-то в этом смуте вот этот очень-очень вкусный, писташковое молоко. Если вы не можете найти писташковое молоко, мне кажется, используйте, какое вы хотите, даже обычное молоко, но мне очень нравится. И здесь тоже протеина много. Потом я добавляю, кстати, я купила вот этот вот organic протеин, то есть, органический протеин на Амазоне. Она выглядит большой, но нужно достаточно добавлять, поэтому не будет так долго длиться, как кажется. Я купила самую обычную, самую high-rated, то есть, которые хорошие, ну, ревью были под ней. Я, скорее всего, если буду продолжать эти смыли, потому что, знаете, у меня такое бывает, что я очень загорюсь чем-то, делаю это пару месяцев, потом мне уже и не хочется. Поэтому я решила так. Посмотрим, если я продержусь там в следующие 3 месяца и буду это делать, это станет моей рутиной, тогда я инвестирую в хорошую протеиновскую паудру и буду смотреть уже что-нибудь другое. И я читала, что протеин вообще, многие из нас не едят достаточно протеиной, но это очень важно для мышц, для здоровья, для энергии, поэтому я пытаюсь добавлять. И потом последнее, это Superfood Green Blender, это просто всякие зеленые штучки здесь, то есть витамины, такая вот зеленая штучка. Ну, давайте я вам покажу, я все это делаю на глаз, я купила блендер тоже, но купила опять же самый такой недорогой, потому что опять же хочу посмотреть, буду ли я это долго делать, продолжать или нет. и потом, если уж буду продолжать, то, наверное, я его куплю себе получше, блендер, потому что этот не самый-самый хороший. Но давайте я сейчас покажу, как я буду все загружать и покажу сам результат. Поехали! Поехали! Ну, ребята, смотрите, как идеально получилось. Сейчас попробую. Иногда он более зеленый выглядит, иногда он такой. Ну, такая вкуснотища получается. И, кстати, когда Вы блендаете, я раньше, когда делала такие смыли, я не понимала, почему у меня не получается такой профессиональный вкусный смыли. Вам, дайте скажу совет. Во-первых, блендет, я не знаю, как в русском называется, дольше, чем Вы думаете. Наверное, мне занимает 2 минуты, я его держу, пока он блендет. Он тогда намного вкуснее получается. И последние 30 секунд ставьте, если у Вас есть функция пюре. Оно такое дает, знаете, более кремовую основу. И, кстати, капуста, которую мы сюда, цветную капусту, она тоже добавляет такое вот кремовое вкусное. Ну, приятного аппетита. У меня это обычно мой ланч или завтрак, смотри, как сейчас я подзаряжусь. У меня 8 минут от того, как нужно убегать. И на волосы я сейчас выпью это и побегу. Ну, ребята, только пришла домой, на улице был такой холод, не хотела записывать. Ну, смотрите, вот пришла, подстригли меня. Цвет я хотела оставить, но мне нужно было закрасить мои грейс, как говорится, мою седину. Ну, и чуть-чуть, я хотела оставить очень свой натуральный цвет, но хотела чуть-чуть просто добавить что-нибудь интересное к нему. Мы сделали тонер, и вот так вот получилось. И я хотела вот чуть-чуть челочку добавить. Ну, мне кажется, они идеально сделали. Две девочки обошлось 280 долларов, плюс 20% тип. Я еще не смотрела, сколько было это все автоматически сделано. Мне кажется, очень хорошо сделали. Потому что я не могла найти специалиста, который мне нравится в Чикаго для волос, но первый раз к ним пошла. Мне очень нравится. Ну, ребята, в 10 часов вечера, пятница, а мы с Боськой уже в кровати. Вместо же телевизора, смотрите, решили почитать. Я приняла душ уже, ну, в кровати готова. Босья решил меня охранять рядом. Она больше рядом со мной спит на кровати, но он придет скоро. Но он дверь охраняет на всякий случай. Да, Босья? Доброе утро, ребята. Сегодня суббота. Сейчас примерно 9.30 утра. Мы с Боськой. Мы проснулись где-то час назад. И знаете, почему нам пришлось проснуться где-то 8.30 в субботу? Потому что кто-то, я, решила, что, знаете, когда лучше сделать appointment на брови? В 10 утра, в субботу утром. Я вообще не ранняя птица, не утренняя птица, поэтому для меня это мука вставать в такую рань. Но что же делать? Ксения, которая сделала appointment этот, и Ксения, которая идет на appointment, разные два человека. Поэтому пришлось рано встать. Кстати, еще видно, начались эти, ой, почему, как они называются? Вы поняли, брузы. Они спадут где-то через пару дней, и губы еще все равно опухшие, поэтому не пугайтесь. Я вам потом в самом конце покажу, как будет выглядеть это через неделю. Что у нас как раз, даже не через неделю, наверное, через 3-4 дня я покажу вам, потому что нужно будет монтировать видео, он будет выходить в следующий, сегодня субботу, это видео будет выходить в четверг. Но вообще, дайте расскажу я вот этих всех профессионалов, которые по волосам и по бровям, и по маникюру нашла на Инстаграме. Я просто смотрю там брови в Чикаго, и смотрю на фотографии, и смотрю, какая эстетика мне понравилась. Вы знаете, как интересно, я вообще американизированная, я здесь прожила большинство своей жизней, но все равно эстетика, видно, мне нравится вот более которого славян, потому что я нашла девушку, которая такие красивые брови, у нее очень натуральные, сделаны все брови, и посмотрела на аккаунт, и, конечно, это вот наша девушка Алина. Я, честно, не знаю, меня тут поправляют то русское, то украинское, туда-то... Для меня это одни и те же люди, это наши люди, поэтому я не говорю там, о, русское, украинское, я не знаю, просто она вот говорит по-русски, ну, многие на Украине говорят по-русски, и, то есть, она вот наша девушка. Я к ней хожу, единственное, что она летом пешком от меня час пятнадцать, я вообще хотела утром встать, пройти туда пешочком, взять себе кофе по дороге, знаете, но проснулась и встать из кровати не могла, поэтому думаю, знаете, что я посплю лучше лишние сорок минут и на Убере туда поеду, поэтому сейчас я поехала туда на Убере. Сегодня, кстати, интересно, сегодня выходные, в Чикаго день... Сейн Петроксей, то есть день Святого Патрика, то есть, когда люди носят зелёное, всякое такое, с утра тут начинается гуляние, особенно кому от двадцати одного до двадцати пяти, и они тут в восемь утра уже по барам, и мы с девчонками ждём, пока это всё спадёт, когда все они устанут и пойдут домой спать, а мы как раз пойдём в хороший ресторан посидим, поболтаем. Ну, мы ещё не точно не уверены на наши планы, что-то такое, поэтому я побежала на ногти, приеду обратно, погуляю на Разбойск, я уже его вывела, но нужно с ним погулять ещё чуть-чуть. Погода хорошая, солнечная, поэтому я буду звонить, пора звонить Убер вызывать, и поговорю с вами уже после этого. У неё очень маленькая студия, и мне кажется, не будет не очень прилично что-то снимать там, но после этого я вам покажу и оставлю, конечно, внизу все имена всех, кому я хожу, если вам что-то нравится. Ну и вот на сегодня наш ансамбл, очень похожий, чем вчера, просто другая кофточка, тоже чёрненькая, эти же штаники, эти же кроссовочки, и чуть-чуть потеплее сегодня, поэтому вот это пальто вместо меховой шубки. Ладно, побежала? Ну, ребята, брови сделаны, мне кажется, она идеально подобрала под цвет моих волос, и форму хорошую, лицо, конечно, очень хорошо, всегда брови оформляют. Ладно, мы с Боськой пошли гулять, и потом кушать, и потом собираться с девчонками. Нам нужно идти гулять, кем говорила, но кто-то прилёг, так удобненько. А, услышала, что я говорила, и перестал? О, теперь мы готовы идти. Когда я всем начала показывать, что ты так прилёг к удобненькой, и теперь не хочешь никуда идти, ну, посмотрите на это солнышко. Ну, ребята, мы решили пройтись по нашему району, и здесь даже, смотрите, заблокирована, и полиция стоит. Часть, где пары, и вот все празднуют День Святого Патрика. Но мы вот с Боськой тоже зелёное есть у него. Но больше что-то не нравится, да? Нет. Ну вот. Ребята, вот я собралась уже с девчонками встречаться. Вот наряд. Джинсики, туфельки, одену свою меховую штучку, и побежала. Ну вот, и накрасилась. Мне кажется, хорошо выглядит с бровями и с волосами. Молодцы, девочки, так хорошо сделали. Поэтому я очень рада этим бьюти-викендом. Ребята, мы пришли к теме, тут Гена, и мы собираемся. Ну вот её, кстати, апартамент. Ну, если вы хотите, я могу потом попросить её, чтобы сделать полный тур. Тоже в Чикаго. У неё двухкомнатная, она живёт здесь со своим парнем. Я не буду сильно много показывать, но большие окна, у неё даже есть балкончик. И потом я могу полный сделать тур, если вам интересно. Но скажите мне. Ну вот. У неё в другой части города. Мы решили сегодня экспресс-мартини сделать, потому что все устали. Ну, ребята, мы пришли ещё к одной подружке, и вот она нас вкусняшки сделала. Посмотрите, как у неё красивый вид. Ну, ребята, пришёл наш влог к концу. Я не хотела сильно много снимать в субботу. Мы пошли потом в ресторан, посидели с девчонками. Сходили ещё куда-то в пар. Но, знаете, иногда нужно проводить время, конечно, с людьми и убрать камеру. Поэтому как бы так. А в воскресенье у нас ничего интересного не было. С Боськой мы просто сидели дома, занимались делами, сходили за продуктами. Поэтому как бы нечего даже было показывать. Но я надеюсь, вам понравилось проводить с нами время. И увидимся в следующий раз. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok